Мужских выступлений. Прекрасная сборная у нас сформирована и на скеатлон, но об этом мы говорим позже. Итак, внимание, первый уходит на дистанцию американка и сейчас километр 400 метров. Это очень быстротечная гонка, классика, обратите внимание, через каждые 15 секунд спортсменки бегут на дистанции. Поэтому, конечно, только успевай держать ухо в остро. Ну и посмотрите, какое количество зрителей. Здесь вот такой напротив комментаторских кабин, напротив, так скажем, основной трибуны большой такой пригород, где зрители просто находятся друг с другом, как на пикнике. И еще одна трибуна рядышком уже поодаль, плюс ко всему вдоль трассы много зрителей. Поэтому, конечно, ощущения от Фалуна самые роскошные. Кари Гентес из сборной команды Норвегии. Ну а сейчас на дистанцию под пятым номером побежит первая среди российских девушек. Это Евгения Шаповалова, довольно известная спортсменка. Родила ребенка четыре года назад, вернулась на большую лыжню и снова стала одним из лидеров сборной. Еще одна спортсменка после Остберг, которая возьмет старт под шестым номером, спортсменка из сборной команды России, это Анастасия Доценко. Она побежит через 15 секунд, но там кампания очень солидная, потому что сразу же за Доценко возьмет старт Марит Бьорген. За ней, соответственно, Кикен Рэндалл из сборной Соединенных Штатов Америки. Дальше еще две норвежки, Селин Брюн Ли и Майкен Фаула. И вот Анастасия Доценко настраивается на эту гонку. Очень непростая лыжня. Ну и вот она, пожалуйста, Марит Бьорген. Как всегда симпатично, как всегда готова невероятно. И все-таки достаточно осторожно она говорит о прогнозах, потому что все прекрасно понимают, что она является главным фаворитом. Она снова лидирует и в спринтерском Кубке Мира, но тут гегемония сплошных норвежек, потому что Бьорген первая, Рэсберг вторая, Майкен Фаула на третьем месте. Кстати, что касается зачета Кубка Планеты, то гонки Олимпийские и гонки Чемпионата Мира по традиции не являются гонками кубковыми. Итак, вот она дистанция. Очень трудное начало. Обрати внимание, мужчины и женщины километр 400 метров бегут. Сначала подъем, причем он такой очень солидный, 300 метровый, с перепадами, затем резкий спуск, потом еще один подъем, еще один резкий спуск с виражом. И причем, по словам спортсменов и тренеров, там достаточно слабые контруклоны. Так что не исключены сегодня еще и, может быть, падения на этой трассе, но, конечно, не дай бог. Затем еще один 100 метровый подъем, спуск двумя виражами и выход непосредственно к финишу. Вот такая очень серьезная история сегодня ожидает нас в этой спринтерской канители. Но вот сейчас мы обращаем внимание, конечно, что с учетом теплой погоды, все-таки спортсменкам очень тяжело работать в подъем, потому что варианты надержания вряд ли кто-то выбирает. Нужно, чтобы очень мощно катились лыжи. Но, с другой стороны, мы понимаем, что женщинам трудно. И все-таки характер физической подготовки спортсменок позволяет вот так одновременным ходом бежать к финишу. И первая американка сейчас финиширует. Итак, уважаемые друзья, давайте смотреть, каким будет первый результат Евгении Шаповаловой. Она под пятым номером. Во всяком случае, сейчас мы наблюдаем финиш Анны Палк. Это сборная команда Швеции. И на фоне американки значительно быстрее она показывает результат. Юстина Ковальчик финишировала. Юстина пока лучшая. И причем она Палк опередила на 6,2. Фантастический результат. Гарри Вихан Гветнес сборная Норвегии. И, соответственно, сейчас мы видим второй показатель. Полсекунды проиграла норвежская спортсменка. 51 сотую. Заволновались трибуны. Евгению Шаповалову едва ли не догоняет Остберг. Прекрасный спринтер, прекрасный классист. Итак, вот следим за Шаповаловой. Вот она пересекает финиш. 7 секунд проигрыш Ковальчик. Ну и вот сейчас результат пульки. Штурмует Остберг. Но тщетно. 0,65. Понятно, что с одной стороны нужно попадать, что называется, с тихой сапой или малой кровью в финал. Но с другой мы знаем, что посев будет наиболее благоприятен как раз для тех спортсменок, которые показали хороший результат. Анастасия Доценко по времени Ковальчик, но проиграет. Проиграет. И пока четвертый результат. 3,28-23. Ну что ж, Юстина, которую тренирует наш специалист верительный на протяжении многих лет. С самого начала доказывает, что готова очень серьезно Марин Бьорген. Четвертая. 2,54. Отставание Марин Бьорген. Очень одаренная физически спортсменка. Ну и вот сейчас, конечно, тонко все чувствует она. И понимает прекрасно, что нужен определенный запас. Потому что еще несколько раз сильнейшим спортсменкам сегодня выходить на дистанцию. Кикон Рэндалл. Очень хороший спринтер. Но мы знаем, что тяготеет она к коньковому ходу. Впереди, кстати, помимо дистанционных соревнований, еще и командный спринт. И понятно, что в этом виде программы, если, скажем, мы говорим о мужских соревнованиях и осторожно анализируем эти шансы, то во всяком случае примите к командному спринту. Рассчитываем, что наш коллектив будет сражаться за самые высокие места. Ну а пока Паула проиграла 0,24 секунды под 11 номером. Спортсменка из сборной команды Норвегии, которая на ваших экранах. Ну что ж, пока доценка шестая. Шаповалова девятая. У американок очень слабая гонка сегодня. Но пока, во всяком случае, Монализа Мальвалехта. И да, Инги Марсдоттер, сборная команда Швеции. Книшировала с проигрышем в 5 секунд. Ну что ж, пока, вот если говорить, скажем, о тех, кто рядышком с Юстиной Ковальчик, в секунде здесь 3 человека. Паула, Гетна, Сосберг. Бьорген проиграла больше двух секунд. Доценка шестая, 3.34. Паяла и сборная команда Швеции. И финишировала, но очень сложно. Очень сложно приблизиться к Юстине, которая сразу начала очень здорово. Но тоже вспомните, какие были проблемы со здоровьем. Ковальчик, она и теряла сознание, и заболевала крепко. Но, собственно, каждый раз очень мощно шла своим путем. Кстати, для Юстины чемпионат мира является таким хорошим спортивным праздником и отдушиной. Все-таки на Олимпиаде она сказала, что очень серьезная атмосфера, которая постоянно давит на тебя. И гнетущее состояние почему-то, наверное, вследствие волнения. Конечно, но, тем не менее, чемпионат мира все по-другому. И тем более здесь, в Швеции. Вот сейчас я смотрю в окно комментаторской кабины, как уходит на дистанцию одна за другой спортсменки сборной команды России. И сейчас мы ждем Наталью Матвееву и Юлию Романову тоже подождем. Нильсон, посмотрите, как здорово прошла молодая спортсменка. 23-х лет ей нет еще и по молодежи, кстати, показывала просто превосходные результаты. Ну вот сейчас мы следим за показаниями счетчика в плане Матвеевой. 7.46. Наталья проиграла. И 13-й результат сейчас показывает. Ну, собственно, если говорить про спортсменок, которые посеяны. Ханна Колб, сборная команды Германии. Дениза Херман. Ну, а дальше еще две девушки. Катя Виснер и Гая Вюрих из сборной команды Италии. Дальше уже несеянная группа. Но отнюдь не значит, что нет здесь спортсменок, которые могут побороться даже за медали. Потому что ряд дистанциончик очень прилично готовых. И к спринту тоже мы обращаем внимание на представительниц Финляндии. Итальянки очень неплохие. Ну и вообще география солидная. Сегодня, если говорить о женщинах, то всего 95 человек из 37 стран выйдут на дистанцию. И это, конечно, показатель просто огромный. Ну что же, сейчас мы посмотрим... Доценка восьмая. Ну, безусловно, этого хватит для попадания в следующую стадию. Без шиповалую все должно сложиться нормально. Они вместе с Матвеевой 13-ми, 14-ми пока располагаются. Больше 7 секунд проигрыш. Правда, Киланен. Киланен, 24-й номер. Это сборная команда Финляндии. Тут уже пошла несеянная группа. Еще одна финская сильная спортсменка. Керту Нисканен в сборной команде Финляндии. Мы вспомним после успеха спортсменов команды в спринте Сочи. И, в общем, такого четкого разделения на спринтеров и дистанционщиков нет. И вообще, по словам Елены Вяльбе, руководителя Российской Федерации, главного тренера, понятное дело, что настоящий чемпион может и должен здорово бегать. И дистанционные гонки, и гонки спринтерские. Что настоящие чемпионы неоднократно и показывали. Грета Лоран из сборной команды Италии на ваших экранах финишировалась 15-секундным отставанием. Но смена поколений в итальянской команде. И пока молодая сборная этой страны, в общем, ходит, так скажем, в подающих надежды. Рингвальд, сборная Германии. То же самое мы можем и о немках сказать, хотя несколько опытных бойцов тут есть. И сейчас мы дождемся финиша. Совсем скоро появится вслед за Айно Кайсы Саринен, опытнейшей финской спортсменкой Юлия Романова. Ну, понятно, что для биатлонного комментатора назвать Романову Яна это дело святое. Юлия Романова, московская представительница, которая под 30-м номером ушла сегодня в гонку. Саринен, 29-я, 7 секунд отставания. И сейчас мы ждем Юлию Романову, дебютанку чемпионата мира. Но результат самым высоким не будет. 22-я Романова пока, еще одна молодая соперница, 9,33 отставания. Ну что ж, на данный момент, во всяком случае, все российские девушки вот в этой самой эквалификационной группе выглядят неплохо. Посмотрим, что будет дальше, сделаем небольшую паузу, а дальше вернемся в прямую эквалифику.